Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Старые традиции продолжаются в древнем городе Харам Западной Армении. Азербайджан препятствует возобновлению подачи газа в Арцах. Омбудсмен Арцаха. Туркам пора напомнить, что святая гора Арарат все еще находится в Турции. Александр Шерин. Новости из Джавахка. Власти Украины согласились на нейтральный статус страны. Количество тареха в озере Ван увеличилось. Культура в Западной Армении. Литература. Провинция Урфа в Западной Армении отличается богатым ассортиментом местных блюд. Женщины, посещающие кулинарный мастер-класс в Харане в Урфе, объекте всемирного наследия ЮНЕСКУ, учатся готовить забытые блюда и подавать их посетителям со всего мира. Следует отметить, что урфинская кухня насчитывает около 600 видов блюд. Защитник прав человека Республики Арцах Герам Степаням выступил с заявлением, в котором говорится, в связи с повреждением магистрального с газопровода, идущего из Республики Армения в Арцах, вся территория Арцаха лишена газоснабжения. Выяснилось, что газопровод был поврежден в районе подконтрольным вооруженным силам Азербайджана. На данный момент восстановительные работы не ведутся из-за препятствий, созданных азербайджанской стороной. О проблеме проинформированы представители российских миротворческих сил в Арцахе. Ведутся переговоры о начале восстановительных работ. Препятствование возобновлению подачи газа является доказательством намерения азербайджанской стороны создать проблемы в гуманитарной сфере Арцаха. Российский политик Александр Шерин рассказал о российско-турецких отношениях в эфире Российского Первого канала. Он отметил, заявления Турции о России являются ложными. Мы также должны выйти за рамки этого измерения и начать говорить об армяно-азербайджанском конфликте в Арцахе, когда член НАТО Турция полностью поддержала Азербайджан в последней войне против нашего союзника по ОДКБ. На протяжении всей своей истории Турция всегда противостояла как Советскому Союзу, так и Российской империи. А Россия всегда делала так, чтобы Турция была довольна. И даже сейчас мы строим там атомную электростанцию на свои деньги. Непонятно зачем. Пора напомнить Турции, как большевики отдали им исторические земли армян, Западную Армению и что гора Арарат до сих пор находится на их территории. По инициативе Министерства регионального развития инфраструктуры Грузии в 2019 году была отремонтирована дорога, соединяющая села Орджа-Хандо в Джавахе. Следует отметить, что общая протяженность дороги, соединяющая села Орджа-Хандо, Варжа-Наластан и Кокио составляет 8 558 метров. Хотя она была отремонтирована всего два года назад, но начала рушиться и безопасным движением мешают глубокие ямы. Мерси Ла Орджа Роберт Аревян сказал, я обратился в соответствующие органы и мне сказали, что после того, как погода улучшится, они отремонтируют дорогу. Заявление партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского о необходимости подписания нового договора, гарантирующего безопасность страны, показывает, что Киев готов принять нейтральный статус государства. Об этом сообщает страна.уа. Ранее партия власти Украины выступила с заявлением, в котором заявила о невозможности вступления в НАТО в ближайшие годы. В Киеве заявили о необходимости нового международного соглашения, которое гарантировало бы безопасность страны от имени США, Турции и соседних стран. Украинский вариант гарантии безопасности также предполагает Москве юридически закрепить признание украинской государственности гарантировать отсутствие угроз для Киева. Впервые в Киеве озвучена формулировка того, как они видят нейтральный статус государства, которого требует Россия. Фактически правящая партия согласилась заявить о таком статусе и включить в своих решения условия о гарантиях безопасности, пишет портал. Количество тареха, обитающего только в озере Ван в Западной Армении, с каждым годом увеличивается. Раньше рыбак ловил стометровой сетью 5-6 килограммов рыбы. Теперь он получает 40 или 50 килограммов рыбы. Запасы тареха в озере Ван находятся на таком уровне, который сегодня может служить примером с точки зрения экологии. Тарех, находящихся под угрозой исчезновения в конце 1990-х годов, теперь является источником дохода для сотен рыбаков в регионе. Первые письменные памятники на территории Западной Армении относятся к урардскому периоду. После создания армянского алфавита началась самостоятельная армянская литература. V век принято называть «Золотым веком». Написанные в то время истории Армении, повстосу Бюзанда и истории Армении, историком Овсеса Хоренаци, являются важными трудами. Последним армянским историком V века является Газар Парпеци. Возникновение поэзии связано прежде всего с творчеством Григора Нарикоци – книга скорбных песня пений. Нарикоци считается одним из шедевров средневековой армянской литературы. В XVII веке преобладающим литературным жанром была лирика, которая развивалась по трем основным направлениям – религиозно-патриотическая поэзия, светская поэзия и народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!